Всем привет, с вами Ник, и наконец-то в Солкнате вышло обновление, где нам добавили кучу новых вещей. Давайте посмотрим и разберёмся, что же новенького у нас в любимой игре. А перед началом подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А именно в этом видосе я хочу разобрать нового персонажа Зад Самоцветы, а именно Шахтёр. Его ульта, подземная операция. Шахтёр бурит отверстие в земле и спускается вниз. Потом выходит на поверхность, создавая ударную волну, атакуя врагов и оставляя после себя отверстие. Используя отверстие, чтобы переместиться в другое место. Время восстановления навыка 8 секунд. Стоит этот персонаж 12 тысяч. В принципе, неплохо. Здоровье. 5 хитинец, броня 4. Энергия 180. И критический урон 5. Что ж, давайте не будем медлить и сразу же купим этого персонажа. Ну, вот так нам его и открывают. Это его арт, наверное. А вот так он будет выглядеть именно в игре. Путь развития. Что ж, добавляют 1 единицу хп. 1 к броне. Энергия плюс 20. Восстановление навыка сокращается. Навык действует дольше. Особая способность. И усиленно стартовое оружие. На него также подается скин. За донат. А именно за 179 рублей. Ну, а буду я играть на обычном. Что ж, ну, прокачка у него такая же, как и у всех остальных бойцов. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть в бою. Вот так он передвигается, носит на себе бур. И у него оружие кирка. Не особо быстрое, но не прям долго. Тратит 0 энергии. Можно зарешать, чтобы был усиленный удар. Давайте проверим его ульту. Ничего себе. Вот это, кстати, неплохо, неплохо. И получается... Мы наступаем. Нажимаем действие. И мы можем перемещаться. Так, не туда. Зашел, вот. И получается, пока... Шахтерка поет, его не атакуют враги. Также есть небольшая перезарядка. И можно оставлять целых два прохода. Вот это плохо. А скорость, кажется, не увеличена. Передвижение, когда он именно роет. Неплохой атакт. Неплохой атакт. Поец. Но хотелось бы, наверное, побольше скинов. Ну, я думаю, в дальнейшем это добавят. Что у нас тут. Получить усиление. Давайте заберем наградку. Вот это заберем. Кстати, сейчас очень легко получать самоцветы. Все задания я исполнял. И у меня открывается следующая страница. Где я также могу получить следующие награды. Давайте это заберем. Очень много сыпят. Прям не жалеют. Разработчики у нас самоцветы. У меня уже 6000. Было 4, кажется. Что ж, давайте посмотрим, насколько эффективный этот боец тоже в подземелье. Да. Я оставлю прошлое сохранение. Все только ради вас. Что ж, нам показать. Лесная локация. Давайте сразу используем ульт. Ну, перемещение не такое быстрое. Мне кажется, такая же скорость, как и при обычном. Какой урон? Приятно я врезался в огненную бочку. Урон у нас не замечаю. Целых 14, кстати. А, 7. 14, это, похоже, критануло. А если я заряжу, то урон в Бротти, кажется, даже больше. У боссов это может прям помочь, чтобы спрятаться за какую-нибудь стену. Давайте посмотрим, что у нас внизу. Внизу у нас статуя ассина. В принципе, не очень. А если использовать больше двух, будет ли это работать? Сейчас и проверим. Давайте. Так. Да. Мобы нас просто даже не замечают. Поэтому можно так спрятаться, когда у вас мало хп. Так. Так. Используем второй. Кстати, урон данного много сносит. Это ульта. Сейчас накопим третью. И посмотрим, сколько. Максимум можно две, получается, использовать. Тут у нас босс. Комната. Ладно. Давайте возьмем автомат, чтобы... Ну да, меня сразу же сносит. Не особо профессионально я отыграл. Всего 14 самоцветов получил. Что ж, понравился ли вам новый боец? Пишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Как раз этот боец не за донат, а за самоцветы. И каждый из вас может его получить. Мне этот боец понравился. Тем более, у него неплохой пассивный навык. Если, конечно, его прокачать. И интересная довольно-таки ульта. Что ж, ну а с вами был Мик. Всем до скорого. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok